всем привет чем и на месте постоянно дислокации покажем что будем делать заниматься значит чем будем заниматься отстегиваем капот дожди тут льют и льют да у меня неделя видео пропала короче снимал снимал и как выяснилось что зря все снимал потому что память на телефоне была забита и у меня все кадры не удались а как капот не долбанулся ланчат включусь значит первая поломка у нас вот амортизатор амортизатор капота короче открутился вот не открывается я как-нибудь зафиксирую капот открою и включусь открыл капот так первая проблема значит болт просто гайка крутилась гайку прикрутить это первая проблема так вторая проблема у нас все-таки как я и предполагал прокладку тот и выбила видите потому что нету болтика нету болтика выпил выбила прокладку чтоб поменять эту прокладку надо сейчас будет по выпендриваться очень сильно почему потому что шпилька место болта вот она стоит шпилька должен стоять болт это раз должны болты стоять стоит шпилька только разложился он опять дождик начался короче не дает сегодня поработать а крутить надо да прокладки кстати прокладки заказал придут только пятого шестого прокладки придут ему под коллектор часть металла звезд вот это обу вырублю поставлю и на этом всем так чё народ все я короче уже на загрузке получается домой залетел по были кому подчинился два дня у меня нет на все про все ушло я в четверг разгрузился пятницу машиной занимался вчера у нас суббота была можно сказать выходной вчера был просто домашними делами занимался до сегодня воскресенье сегодня я уже гружусь опять же таки на самару тоже все гружусь на воротах стою и будем выдвигаться в сторону самары такое видео начало видео получается у нас как ремонт и небольшие да сам ремонт не снимал потому что дождик был сам видели на показывал в промежутках бегом бегом и делал загрузились покидаем этот прекрасный завод где грузят почти вовремя да пока сутки постоишь и идешь потом впритык как работать поэтому чудесному прибору вот поэтому я не понимаю сейчас загрузили меня время пять вечера теоретически теоретический все впритык короче по времени идешь а бывает и загрузят и ты долг грубо говоря тебя загрузили 6 утра загрузили а выгрузка у тебя там на два ночи стоит уже в самаре и вот и должен там грубо говоря за 18 часов там долететь теоретически успеваешь а как все практически выходит никого особо не интересует начало по планам надо заехать под заправиться заехать под заправиться и сегодня как минимум до каменьки дайте почему-то у меня блокировка включена была когда и включил включить успел так 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 ладно чё движемся дождик начинается проходить будет полторы тысячи сэкономили на пешехода пропустили сходил пробил чем малеха под заправим я не покоим ну и чё ничего нету люди пойду разбираться пошла жара все ничего в баке пистолеты плохо держатся по гос цене заправляемся без скидок на 15 включали на нем да попьем в нашей любимой заправке который выручает атака такой заправки которая не доливает по моему мнению и причем неплохо так подпоил коня малеха начал выравниться будет получается один бак налил сейчас пока в другой бак перекачает и половина будет это нам надо пройти 700 верст и полные баки набьем 2 оба полных оба 2 до вот опять дождик прошел такой неплохой ну хорошо хоть посвежел а то жара идет сейчас сейчас самаре там говорят вообще по прогнозу до 40 передают до 40 то ли до 42 ну а чё господь сам как горит потихонечку сегодня по планам до каменки дайте время 17 17 ну вот часиков если 10 11 вечера в каменки буду на стоянку зайти и будет вообще шикардос ладика чем трогаемся включаемся по мере надобности так сказать как контент поймаем или чем в голову мысль какая-нибудь придет включаюсь включаюсь ну чё пацаны охрененности да вот это дальний это ближний ну камера почему-то вообще темнит так то я вижу куда еду конечно ну ладно фары должны новые прийти короче я с рейса не успею приехать фары должны новые прийти будем моднялые фары ставить и будет у нас нормальный свет ну а тем временем чё у нас время уже одиннадцатый час это мы подъезжаем в каменку ну не подъезжаем въезжаем в каменку 360 километров позади где-то километров 600 впереди то бишь у нас завтра целый день что проехать 600 километров ваш пема никуда не торопясь не опаздывая сейчас заезжаем на стояночку ужинаем смотрим какое-нибудь кино и будем ложиться баиньки так сейчас ходим оплатим за стоялку здесь на этой на заправке за стоялку оплачивать сейчас бегаю оплачу и включусь вот все сбегал оплатил стояночку 200 рубасиков можно заезжать на стояночку нет стоянка чем нравится то что она большая то конечно пыльная но большая нормальная спокойно на ней то есть разворачиваешься не резину не рвешь не соленблоки не рессоры в общем машину так сказать не рвешь да нормальненькая стояночка в этом плане ну единственное что лужи базара нет но у нас как бы мало асфальтированных стоянок короче нормально ничего все хорошо все нормально раньше и таких то не было здесь вот уже приготовили куча не видно телефон не передает короче ладненько все паркуемся и до завтра следующее включение завтра всем доброе утро зачем мы отдохнули время у нас 9 час 20 минут 9 мы вообще спокойненько шикарненько хорошо выспались сейчас дядю пропустим ладно то я тронулся и он тронулся так стоял ждал короче мы выспались но я выспался очень хорошо вчера поел где-то и часов десять завалился и вот сегодня в 7 утра так проснулся сейчас по планам надо ехать до нашей любимой заправочки заправиться полные баки напить и дойти до точки в принципе вот и все наши планы на сегодня завтра выгрузится обратки пока еще никакой нету на завтра завтра у нас на час дня по моему выгрузка стоит то есть грубо говоря мне за сутки за сутки за сутки за сутки надо пройти ну пускай там с натяжкой километров семьсот там с натяжкой а так по идее там шестьсот шестьсот пятьдесят даже шестьсот пятьдесят нету где-то шестьсот максимум а вот сейчас потихонечку на лайте на расслабончике не спеша не торопясь будем ехать так все добрался до заправочки коня полностью напоим накормим наполна рублики потекали обход подвижного состава сделаем пообедаем и поедем дальше пробежимся посмотрим что у нас там все нормуль не нормуль колеса круглые подушки накаченные с утра не посмотрел правда пломба на месте у меня или не на месте что-то с утра этот момент упустил колесо все никак не поменяю не заеду ну его прям ща наверно шинку поедем менять пацаны ну наверно ща вот-вот уже вот-вот все короче надо прям до ближайшей шинке ехать и менять колесо один бак готов переходим на второй бак сейчас на девятую колонку переедем и второй бак переходим ко второму баку что-то даже плещется как говорится пошла жара блин что вчера колесо не заехал не поменял а теперь буду ехать ну я и так ехал переживал а теперь еще посмотрел то что оно вот такое вот красивое и вообще вдвойне запереживал теперь даже в тройне хотя до точки осталось тут не знаю сколько я грубо говоря в сызра не нахожусь за километров 200 на рода точке ну второй бак почти под завязку по дачкам у нас все под завязку короче думал здесь поесть но поскольку у нас колесо такое как бы я говорю ждал уже давно от него ждал но ну как говорится ладно все едем его меняю я дошинки короче наезжаю доезжаю дошинки покупаю новое колесо и ставим теперь главное что вон дошинки доехала ну застрелилась короче все таки это колесо ну застрелилась прям прям так вовремя не знаю может километров пять шинки не доезжая сейчас все новое колесо катит нам уже на монтаж сейчас вот это колесо на среднюю вось поставим а сюда новое поставим переиграем так все у нас удачненько сложилось значит новое колесо как говорил кому взял китай не стал брать там взял подороже ну вроде как получше значит ну а сюда то колесо переставил тоже ему подходит уже все нужно будем надеяться еще может пару рейсов сбегает и тоже сюда новая это сюда и получается вот будем так двигать потихоньку назад новая покаталась докаталась новая а вере новая покаталась докаталась новая покаталась докаталась кидать ну все чё пообедали поели чай кофе попили все выдвигаемся ну вот мы и добрались можно сказать благополучно без особых происшествий ну колесо только но это сам виноват по колесу никто не виноват мне осталось дело за малым найти место где припарковаться и зарегистрироваться как бы и все здесь конечно с парковкой беда на новосемейкино очень бедово сейчас выйдем носик занесем посмотрим есть где припарковаться если негде придется ехать разворачиваться и назад о место есть нам повезло значит паркуемся прямо здесь давай дед проезжая вот здесь вот паркуемся как раз и тенечек нам чик все хвост не мешает у нас хвост не на дороге берем документы идем оформляемся и ждем когда нас вызовут так что все ребят такой ролик всем спасибо за просмотр всем пока следим дальше за движением на данный момент у нас пробега 5 540 это после замены масла сколько на нем накатал ну ладно всем всем пока на связи пока ну